Так, мы пришли сегодня суббота, пришли в бассейн. Идем счастливые после бассейна. Мы к вам, как вы видите, с огромной посылкой, с огромной распаковкой. Ну, это мне с работы прислали. В Швеции говорят, детей нельзя бить. Ну, не знаю, мы не в Швеции. Если честно, это выглядит, как будто мы в каком-то заведении. Давно на этом перекрестке произошла авария, на которой я была свидетельницей. Услышала, что на улице творится какая-то полная дичь. Я услышала, что бьют собаку. Хотим показать вам классный лайфхак, как оплатить в Росмане можно, не подходя на кассу. Не на кассу самообслуживания, не на обычную кассу. Как это можно сделать быстро, легко и при этом легально. Со скидкой 5%. Так, мы пришли сегодня суббота, пришли в бассейн. Тут у нас недалеко, 7 минут на автобусе, есть офигенный большой бассейн. И у нас есть мультиспорт. И по мультиспорту безлимитно час. Сказали, можете купаться. Так что мы решили воспользоваться, ставили чубсика. Тут набрали, у нас тут есть доски, тапки. Пошли. Блин, я вам неправильно сказала. Безлимитно. Вообще, сколько хочешь, можно купаться тут. Идем сюда. Вот так выглядит бассейн, куда мы ходим. Вот такой он большой. Тут получается 2 метра. А дальше там метр 30. И вообще, тут такой прикольный пол, что он меняется. Там глубина. Глубина меняется. Там, типа, вот очень маленький, до 5 метров, по-моему, если там прыжки в воду тренировать. Короче, он такой профессиональный. И плюс еще пол как-то двигается меня. Ну, то есть, вот, как бы, большой олимпийский. Тут соревнования могут всякие проходить. А второй регулируемый. Вот очень глубоко, вот до детства. Вот мы сюда ходим. Идем счастливые после бассейна. У меня мокрая голова. Потому что мы пришли к закрытию. Ну, тут такие условия, что, как бы, маленький бассейн доступен с 6.45 до 7.45. Угу. Ну, как бы, мы по полной воспользовались. Мы еще в конце на пару минут пошли в бурбалке, в джакусси такой посидеть. Знаете, растрясти немножко наши мышцы. Ну, очень круто. Вот какие у тебя ощущения после бассейна? Прикольные, легкость. Да. А мне немножко шея базит. Из-за того, что мы неправильно плаваем, спина и шея болит. Вот спина не очень, а шея очень. Ну, спина уже, да, больше шеи стала. Ну, из-за того, что мы все-таки реально не плавим. Ну, мы плаваем, как научились, знаете, по собачьей, поле-вушачьей. А без очков я люблю с опущенной головой плавать. И так приходилось до шеи напрягать. Когда много на спине плаваешь, все равно напрягается очень сильно шея. Ну, ладно, что уже рассказывать. Но все равно офигенское ощущение. Хотелось бы еще продлить. Короче, нас выгнали. Я не успела высушить голову. Ну, ничего. Ну, я думаю, мы будем еще ходить. Нам понравилось. Еще и недалеко от нас. Раньше было дольше идти. А сейчас даже вон можно подъехать. Еще тут недалеко Лида. Уже сейчас Лида, знаете, у Легонского. И домой. Там Чупик орет, наверное. Кстати, еще ни разу соседи не жаловались. Да потому что он такой, знаете, погавкает немножко. Ему сложно научиться быть одному дома. Он погавкает немножко, потом отдохнет. Потом опять погавкает, потом опять отдохнет. Собака, которая до сих пор не научилась дома быть одна. Ну, там на оседле столько собак. Там и куры еще. Петухи и куры все. Дикие ходят. Еще он маленький. Там такой гавк, там особо не сильно слышно. Мы к вам, как вы видите, с огромной посылкой, с огромной распаковкой. Но тут Саша должен рассказать, потому что это чисто для него. Ну, это мне с работы прислали. Да. Я уже два с полной года на работе пользуюсь обычным ноутбуком. Но у нас как бы есть программа. Можно заказать ноутбук. И 7200 злотых компенсирует работодатель за этой цены. Можно вместиться в него, можно доплатить. И пользоваться три года, работать на этом ноутбуке. И после трех лет он переходит в твою собственность. Если ты не дорабатываешь три года, просто выплачиваешь, типа, амортизацию, остаток стоимости. Ну и я понял, что давно пора это сделать. Думал про макбук. Но чтобы было комфортно работать, надо доплачивать еще тысячу, пять-семь, что мне оказалось не очень прикольно. Но мы просто подумали, что пять-семь тысяч докладывать просто за ноутбук. Ну, он для работы конкретно мне не нужен, именно макбук. Ну, у меня у коллег большинства макбуки, но кому что нравится. Просто, если честно, мы зажопились. Пять-семь тысяча давать за макбук. Плюс, потому что Саша нашел какой-то, ну, хороший по параметрам за эти деньги, хороший компьютер. Правильно я понимаю? Ну, да, классный. Я хотел небольшой, мощный, на годы вперед. И вот ему купили, он скинул, какой он хочет, показал на работе, ему купили. Это так похоже на кроссовые палочки. О, Чупику только не давать, посмотри, как он заактивировался. Захотел сразу. Нет, Чупси нельзя. И, в общем-то, ему купили, что-то там переделали. Строили все под корпоративные стандарты, купили Windows, Pro. Поэтому мне пришлось доплатить немножко. Ну, то есть Саша заплатил там копейки, но... Ну, я не выбирал, где его покупать. Ну, то есть, все фирма занималась, они все подготавливали. Я так понял, что в других странах, в офисах, есть такая практика, что сам работник покупает за свои деньги, потом ему компенсирует эту сумму, он идет, уже отдает админам для настройки. Но у нас не так. Поэтому, ну, я бы купил за скидкой, конечно. Ну, так тебе пришлось бы отдавать потом еще администраторам. Короче, ладно, доставай. Сашка выбрал Lenovo. Legion 5 Slim. Он тоненький, типа, нет? Ой, слушайте, как мне страшно с этой коробкой, надо сразу выбрасывать, потому что этот активизатор обожает грызть всякое то, что ему не нужно. Вот после каждую распаковку его носик должен быть в кадре. Дай ему понюхать что-нибудь. Дай ему понюхать что-нибудь. Дай ему понюхать что-нибудь. Почушок, можно еще лёпнуть раз по попе? Давай, открывай. А, ну он еще таки тоненький. Ну, достаточно. А какие-нибудь характеристики крутые? Можешь такое что-нибудь как-то прорекламировать его, чтобы мы все понимали, что он крут? Ну, цифры я называть не буду, потому что навыком... Не, ну просто... Целить всякие в описании. Не, ну почему ты его выбрал, рассказать? Вот я подумала, что из-за этого он как-то открывается. Блин, он железный. Такой приятный, холодненький. Очень красивый. А вот так откроется? Открывается, как Apple. У нас даже старый, может, такой открывается. А вот мой рабочий не открывается. Тоненький-притоненький, вообще красота. Ну, он как бы компактный, не тяжелый. Да. Я искал такой более удобный, врать с собой. Все равно я пользуюсь дополнительным монитором на 24 дюйма. То есть мне саму губ не нужен огромный. А так его можно легко с собой взять. Не, ну... Ну, по мощности он, конечно, разрыв. 32 гигабайта оперативки. SSD на терабайт я попросил. Видеокарта классная, процессор хороший. Я за него доплатил 250 злотых. Это больше за лицензию Windows. Мне нравится, что он такой приятный у него корпус. Это что, что я много сказал? Ну, как бы, тут есть все порты. Угу. А, кстати, да, это что же важно? Довольно много. Вообще много и сзади, и сбоку. Ну, в общем-то, вот такая распаковка, ребят. У нас есть... Легенький? Холодненький. Холодненький. Но он не легенький. Тяжелее моего, наверное, нынешнего рабочего. Но намного легче нашего монтажного. А, который мы монтируем? Ну, да. Но тот ты тоже давно был. Мы на этом будем потом монтировать. Если будем, через... Если будем еще, да, снимать, Саша Ветвинов. Не, ну да, просто так далеко заглядывать. В любом случае, он намного компактнее. Если что, он в путешествии брать можно. Но тем более, если ты... Нет, нет, если ты едешь в командировку какую-то. С толстым, тяжеленным. У нас еще есть одна распаковка, но она не такая серьезная. Как Сашина. Но могу тоже показать. Пусть Сашка делает заодно распаковку. Ну, давай, по-быструхе. Открывай. Тут не интересно. Тут не интересно, но мы просто уже заодно подснимем. Тут, как мы и говорили, не очень интересно. Но... Ой, покажем. Чупин неизменяемый корм. Мы всегда его покупаем. Газ строит этот корм. Потому что Чупин не воспринимает желудок, ничего другого. И плюс мы ему заказали еще две пасты. Так как мы ему чистим зубы через день, каждый день. По-разному. Ну, нам надо ему чистить зубы, потому что у него, как и у всех собак, камни собираются на зубах. Вот. Поэтому у нас белоснежными, да и был зубами. Ну, задние, они все-таки в камнях. Все-таки есть там уже, знаете, начало, начальное такое камни видно. А передние у него беленькие и хорошенькие. Так что, чтобы не запускать передние зубы, как мы уже запустили задние, поэтому мы постоянно чистим зубы вечером. И уже после этого еду мы ему не даем. Как мы сами помыли зубы, почистили и плать. Ничего не есть. Сегодня выходной, и у нас супер-пати. Приехал наш друг Виталик, и мы решили у нас на этой огромнейшей кухне сделать бургеры. Виталик тут столько всего навез. Привез даже в свою сковородку, ребят. Чтобы... У нас нет такой сковородки, и он привез, чтобы была такая, знаете, полосочки гриль, чтобы на булочке. Сейчас я вам покажу, что мы тут уже варганим. Так, у нас готовятся булочки. Уже вовсю подогреваются. Давай перейдем, покажу. Полосочки эти гриль. А, полосочек нету. Ну ладно. Но должно быть очень вкусно. Потом тут у нас картошка фри. В этой ниндзя готовится картошка фри. Тут вообще все готовится. Наш любимый гриль, мы его обожаем. Готовится... Мы просто купили готовую картошку фри. Сюда закинули. Я не знаю, Сашка может добавлял чуть-чуть масла, может нет. Но можно и без масла. Она уже промаслена. Она уже промаслена. Туда вообще идеально. И, в общем-то, вот такие у нас булочки. Это в Лидли такие вроде продавались на американской неделе. Потом Виталик навез соусов. Вот такой кетчуп. А, смотрите, на русском написано кетчуп. Это логидный. Это этот, на украинском написано. Потому что Виталик из Украины. И неудивительно, что у него есть украинские продукты. Муштарду привез. Такой соус привез. Чили. Замариновал. Лук. Ну, это вообще огонь. Он все время... Виталик, если приезжает, он привозит очень много всего. Нектарин, вишня. Это сок. И даже привез, попробую, такой лимитированный в Дилсе. Покупал такой лимонад кола с черри. Со вкусом черри. Потом купили еще больше. Хотим сделать на вот этой решетке гриле. Потом у нас есть вот такой фарш для бургеров. Тоже такие две штуки. Это тоже, кстати, привез Виталик. Я говорю, если Виталик приходит в гости, то тут очень много всего. Это сыр. Конечно же, должны положить. Короче, парни занимаются бургерами. Я практически даже не лезу. И тоже мы с Сашкой подумали, что будет классно добавить помидоры сушеные. Ой, не сушеные. Вяленые. Вяленые вот такие помидорки. Порезать их. И тоже у нас там муштарды. Ну, тоже, знаете, огурцы. Короче, всего-всего набрали. Булочки. Они такие мягкие. Класс. Мне кажется, это будет нереально вкусно. И собираемся играть в разные игры. Короче, у нас такой, знаете, день тюлень с едой, с играми. Игры, я имею в виду, наверное, либо приставка, либо Виталик привез. Такие игры карточные. Ну, настольные. Карточные, настольные игры. У нас еще есть вот такие две игры. Таемница, дуэт. Но втроем нельзя играть. Надо, чтобы четное количество людей было. И вот это наша любимая игра. Белорусская настольная игра про путешествия. Мы ее обамиваем. У нее даже можно играть вдвоем. Ну, и втроем вообще, в любое количество. И, ребят, моя боль. Я купила цветок. И он сдох. Представляете? У меня еще никак... Я его пересадила. Ну, купила, пересадила. И он у меня вот так сдох. Возможно, я его перелила. Видите? Я вообще... Ни у кого не умирают вот эти суккуленты. А у меня сдох. Вот так. Не знаю. Думаю, может, выживет. Держу его еще здесь. Ребят, ну, мне кажется, это шедевр. Если честно, это выглядит, как будто мы в каком-то заведении. Значит, у нас тут и бочек, и соус. Ну, короче, я вам уже все показываю. Мы даже сделали картошку фри в Ниндзе. А она получилась, как будто жареная на масле. Не знаю. Наверное, может, картошка какая-то неудачная. Потому что мы до этого тоже делали в Ниндзе картошку фри. И было нормально. Но, может, она слишком тонкая. Не знаю. А вы лук положили? Да. А огурцы? Да. Ну, все. Огнище. Всем привет. Покажу вам, как изменилась моя рутина. Как я добираюсь до работы. Раньше я ходила 30 минут, когда мы там жили на старой квартире. Ходила 30 минут. Мне было так классно. Я считала, что это лучшее времяпрепровождение. Потому что ты идешь, нахаживаешь шаги, какой-то спорт. Но сейчас мне нужно ездить на автобус. К сожалению или к счастью. Знаете, я даже уже как-то привыкла. Потому что я начинаю что-то читать. Какие-нибудь книжки. Если раньше я слушала музыку, то теперь я читаю какие-нибудь книги. Либо наоборот, какой-нибудь чатик читать. Что-нибудь такое. Короче, провожу время тоже с пользой. Не так все и плохо. Стараюсь всегда прийти пораньше на остановку. О, мой 77-й. Как раз мой батончик едет. Батончик, он уже такой вот маленький автобус. Я там не договорила. Хотела сказать, что прихожу заранее на остановку всегда. Потому что у меня всего лишь ходит два раза в час автобуса. Есть огромная вероятность не успеть на работу. Что я не люблю. У меня уже такой один раз. Было поначалу. Я там что-то путала время. Ай, короче. Ну ничего, все нормально. Обошлось. Тут на пути на работу. Я все время хожу через такой необычный костел. И смотрите, что я обратила внимание. Тут есть такой холодильник. Я так понимаю, что сейчас он пустой. Но иногда утром, когда я приезжаю, там лежит какая-то еда. Я так понимаю, это как-то помощь от костела. Я точно уверена. Ну, я думаю, вот людям, люди, которые нуждаются в еде, они тут могут взять. Вы себе поверить не можете. Недавно на этом перекрестке произошла авария, на которой я была свидетельницей. Я уже после работы встретилась с Сашком Петровичем. Короче, я же вам не дорассказала эту историю, что я увидела... Точнее, не увидела. Я была прямо свидетелем этой аварии. Авария произошла прямо у меня на глаза. И на этом перекрестке не было никого. Было только я, сбитый человек и машина, которая уехала. Значит, происходило все так. Я расскажу в двух словах, потому что не думаю, что это кому-то суперинтересно. Но просто вот я увидела такое первый раз. Отреагировала так, как отреагировала, потому что я была просто в шоке. Побежала к нему вообще, несмотря на то, что там светофор, что машины ездят. Короче, я не знаю. Вот первые мои были такие эмоции. Я побежала к нему спрашивать, все ли у него в порядке. Он сказал, у меня все хорошо, только болит нога. Потом, короче, вызвали скорую. С ним все нормально. Было видно... Ой, не нога, а рука. Ребята, рука болела. Короче, понятно, что он сломал руку. Что-то там с ногой было. Но в итоге мужчина, который уехал, или женщина, не знаю, на машине, с места преступления, получается, машина же уехала. И вот он, когда сбил передом, передние номера снялись. И, в общем-то, я думаю, что этого человека накажут. А мотоциклисту этому было где-то около 50 лет. Он был в шоке, мне кажется, потому что он так как-то подшучивал. Как будто ничего не случилось. Первые вот минут 10. А потом прошло вот это время, наверное, пришло сознание. У него и руки стали колотиться. И как-то уже он по-другому, конечно, себя вел. Но вот такая была ситуация. Сашка, ты в шоке? Да, все. Я когда Саше рассказала... Это же перед работой еще все было. Класс. Но я еще чуть-чуть задержалась. Ну... Ну, в общем-то, вот и вся ситуация. И вся ситуация. Ну, я надеюсь, что с тем мужчиной все хорошо. Я думаю, что все максимум... Это было видно, что как бы у него сломана рука. Там скорая приехала. Сняли ему таким специальными ножницами кольцо. У него было обручальное кольцо. Сняли ему кольцо. Тоже, кстати, никогда такого не видела. Ну и пошла на работу. Я была в шоке. Мне так сложно. Мне даже слезы потом текли. Потому что сначала, когда ты находишься в этой ситуации, ты как бы плакать не хочешь. А потом, когда уже все поразмыслило, вот это вот все до тебя дошло, конечно, даже и плакать хотелось. Ну, я, конечно, пошла поплакать немножко. А сейчас мы были в Лидле. Сейчас тут была акция 1 плюс 1. И, ребята, мы купили... Сколько? 12? Да. 12 пачек мороженого своего любимого. Я просто в шоке. Хотела сейчас показать вам распаковку продуктов, что мы купили. Немного всего. Услышала, что на улице творится какая-то полная дичь. Я услышала, что бьют собаку. Конкретно замах, удар. И собака... Я выбегаю, думаю, я сейчас крикну. Я думала, я сейчас крикну. Кто там это делает, чтобы они перестали. Выхожу, никого нет. Блин, наверное, успели уйти. Я вообще в шоке. Я вообще ненавижу людей, которые бьют собак. Я это видела один раз. Я так жалею, что я не сделала тогда замечание. Я когда это увидела, у меня был просто шок. Но после этого я, конечно, очень пожалела, что не сделала замечание. Я не знаю, почему я не могу молчать. Потому что я вот на Чупе. Мы никогда не поднимаем руку. Конечно, он какой-то избалованный. Но я не понимаю, как можно вообще... Вот эту руку, вот эту какую-то свою руку ударить. Вот этого маленького беззащитного животного, которое тебя будет любить. Несмотря ни на что. Даже если ты ударишь его, он все равно тебя будет любить. Но как ты потом с этим будешь жить? Что ты своей рукой, что ты ее поднял и ты ударил. Животное, которое тебя любит. Считает, что ты защита его, что ты его опора, что ты полная, целая его жизнь. И ты можешь его ударить. Ладно, меняем тему. А то я сейчас сильно расстроюсь. Покажу вам, сколько всего мы купили в Лиде. Я, значит, хитренькая в свою сумку засунула. Это только мороженое. Потому что, знаете что? Зачем мне таскать там картошку, когда можно мороженое? Вот это наше одно из любимых джелателли. Вот это лидловское. Именно не со сгущенкой, а вот с альмондо. С этим орешком. Вот. Мы купили много пачек. Напоминаю, один плюс один. Они, блин, рыпалили. Нас дали для идти 15 минут. Плюс мы еще там ходили. Ну, знаете, выбиранные всякие продукты. И оно, я чувствую, немножко... Блин, даже немножко подтаяло. Это еще не все. Сейчас я покажу. Перец у меня в сумке был. Еще вот такое. Это, кстати, новое какое-то мороженое. Мы уже решили попробовать. И от KitKat. Так что еще не пробовали. Пойду быстро положу в морозильник и продолжим. Вообще, еще вот по поводу того, чтобы бить собаку. Я вот еще думаю, знаете, людям, которые это делают, если они не умеют себя держать в руках, и они вымещают свою злобу на том, чтобы бить собаку, то я думаю, что им не нужно заводить ни собак, ни детей. Я не представляю. Ну, собаки, это как люди. Они всегда могут не слушаться. Они могут даже не понимать того, что вы им говорите. Вы можете учить с ними команды тысячу раз. Она будет сегодня хорошо делать эти команды, зато она не будет делать эти команды. Или она, например, ей что-то не понравится, она может сожрункать что-нибудь на улице, что Чупи делает постоянно. Или, не знаю, там гафнуть на кого-то. Ну, всякое бывает. Это что-то в собаке. Это не всегда контролируемое животное. И просто вот, чтобы, если тебе что-то не понравилось, ты просто берешь и бьешь. Но это проблема не в собаке, это проблема в человеке. Короче, я расстроилась. Дальше распаковка. Так. В Лидли покупаем вот такой хлеб жидный. Очень вкусный. Этот хлеб очень похож на белорусский кирпичик. Вот этот. Максимально похож, насколько это возможно. Наши любимые чипсы. Вот эти такие вкусные. Потом я захотела сделать синабоны. И не нашла никакого нормального теста. А сама теста я делать не хочу. Короче, для пиццы, думаю, нормуль. Потом для тостов хлеб. Лук. Картошка. Огурец. Вот по поводу огурцов я вообще не поняла, когда они успели подражать. В августе они стали стоить по 10 злотых. Хотя до этого были 7 злотых. Вот так вот просто резко подражали. Попкорн в микроволновке хотим попробовать сделать. Нарисовано, что можно в микроволновку положить. Сколько там? Три, где-то же не знаю, сколько. Три, пять. Ну, сколько там минут подержать, и будет попкорн. Классно. И маскарпоне для теста. Я хочу сделать синабоны. Вот. Эта покупка нам обошлась. Меньше 100 злотых. Где-то около 80. И ещё майонез. Майонез. Ну и всё. А майонез хотим сделать... У нас мясо осталось. Свинина. Надо доесть её. Шашлык будем делать в нашем инде. И хочу замариновать майонез. Мне показалось капусти. Вообще сейчас это всё разложу. И буду делать поке. Смотрю, Саша сварил рис. Рис сварил. Такой рис специально для суши. Хочу сделать поке. Ага, я услышала, что вы попросили рецепт. Хорошо, ребята. Засниму вам рецептик. Так уж и быть. Покажу вам быстренько, как готовится поке. Как мы его, точнее, готовим. Всё очень легко и быстро. Ингредиенты любые, какие хотите. Мы уже как-то свой золотой пантеон продуктов нашли. И покажу вам, что мы делаем. Значит, Саша сварил рис, как на суше. Это с такой заправкой специальной. И я первое, что кладу, это творожный сыр. Вот такой, чуть-чуть. Ну, тут видно, чуть-чуть. Не знаю, грамм 20 пусть будет. Может, там, 10. Вот это Сашина порция, это моя. Чуть поменьше моя. Но я съем всё. Потому что это очень вкусно. Вот я закончила резать. И хочу просто показать, что мы обычно добавляем. Рис, вы уже видели. Крем чистого, вы видели. Но для нас эти ингредиенты между собой очень хорошо сочетаются. И нам они вкусны. Тут кровавая палочка, авокадо, рыба, креветка, какая-нибудь зеленуха. Любой какой-нибудь салат, хоть айсберг. И помидорка. Дальше я добавляю, люблю терияки. Просто на вкус. Вот так вот поливаешь. Будет очень вкусно. И обязательным ингредиентом. Если терияки ещё можно так под вопросом. Но для меня, например, соевый соус. Это обязательный ингредиент. И всё заправляешь. И кушаешь. И это бомбео. Тут можно абсолютно любые ингредиенты. Мы даже с жареной курочкой пробовали. Было вкусно. Но просто красная рыба, креветки, авокадо и крабовые палочки. Так всё вкусно сочетается. И вот обязательно зелёный салатик для нас должен быть. Так всё вкусно сочетается. Даже иногда можно кукурузу. Но с кукурузой нам не понравилось. Любые ингредиенты. Вот просто фантазия. Что захочется. И всё равно это вкусно. Главное заправить рис. Хотела вам показать этот милый момент. Я тут пришла к Сашке за компьютер. Помонтировать влог. Смотрите, как он сил. Лапки жвесил. Такой милаш. Лежит у меня на коленях. Вот он. Лапки опустили. Голову положили. Моя сладкая вата. Такой пришёл. Давай меня жалей. Давай меня гладь. Говори мне хорошие слова. Моё мармеладное счастье. Такой шоколадный дрюк. Вот он. Самый верный носик. Мой дружочек-пирожочек. Ребята, хотим показать вам классный лайфхак. Как оплатить в Росмане можно, не подходя на кассу. Не на кассу самообслуживания, не на обычную кассу. Как это можно сделать быстро, легко и при этом легально. И со скидкой 5%. И при этом легально. Смотрите, не переключайте этот ролик. Ставьте нам заранее подбайку, потому что вам это очень понравится. Мы всегда делимся классными лайфхаками жизни в Польше. Поэтому за это нам точно надо подбайку, да? Да. Иди, Сашка, в магазин и покажи ребяткам. Ну, короче, называется это Rossman Go. Можно сканировать все продукты. Просто ходишь по Росману, сканируешь, сканируешь. В корзину добавляешь. Потом просто оплачиваешь привязанной картой. Получаешь электронный чек. Ну, и на кассе в магазине, если там сидит сотрудник, он видит, что человек оплатил Rossman Go. Можно его выпустить. Ну, обычно даже не спрашивают. Ну, и так. Просто выходите и все. Ну, если вас остановят, там что-то спросят. Вы оплатили Rossman Go, вы отвечаете, да, можете показать. Либо нас вообще ничего не спрашивают. Ну, у меня один раз было. Ну, я, получается, один товар пришлось мне на кассу подойти. Он так не работал. А остальное все отсканировал. Ну, и, ну, видно у меня в руках куча покупок. Но кассир. Я говорю, ну, остальное через Росман Go. Он говорит, да, я вижу. Ну, и все. Они, получается, у них на кассе это отмечено. Поэтому пользуйтесь. Это реально удобно. Я сначала думала, нет, это какая-то фигня. А это реально очень удобно и быстро. Все. Пока не прикрыли лавочку. Пока не прикрыли лавочку, да, давай. Еще и скидка 5%. Это много. Потому что в Росмане можно всегда набрать, там, не знаю, порошки, ну, что-то такое для бытовую химию какую-то. И со скидкой. Это лучше взять со скидкой, чем ты в этом же магазине будешь брать без скидки. 5 минут назад Виталик вот был у нас. Мы периодически видимся. Плюс мы с Виталиком же работаем в одном месте. И вот он приехал и привез нам гостинцу из Украины. Ну, какой был мой шок, что я увидела, что это таранка. У меня идеально птицы там в деревне, ну, он рыбак как бы ходил. У нас там Днепр в деревне проплывает. И вот он ходил периодически, то есть рыбачил. И у нас постоянно была таранка. Это я ей там обожаю. И мы как-то об этом разговаривали с Виталиком. Я показывала мне в Инстаграме там много таранки. Я люблю зайти там, смотрите, как они ее изготавливают, как они ее там чистят. Короче, такой вот АСМР. Я это сижу, короче, слюнки пускаю, обожаю это. Ну, и мы что-то разговаривали. И я так понимаю, что он, наверное, рассказал родителям. И родители передали таранку. Так приятно, потому что, ну, во-первых, это внимание, это всегда приятно. Во-вторых, таранка. Кто не любит таранка? Она еще из норовы. Я вообще, я просто в восторге. Потому что я, во-первых, это очень люблю. Мало того, что Виталик всегда, когда приходит в гости, тоже приносит много всяких гостинцев, угощения. Мы друг друга всегда любим угощать. Он нас, моего. Просто вот это как уже так повелось. Дружба у нас такая на еде складывается. И тут еще так неожиданно. Его родители тоже передали такой презент. Наверное, это мы будем заканчивать, да, Сашка? Сашка, я уже не буду Сашку показывать, потому что Сашка лежит. Он засыпает, он сегодня рано проснулся. Он рано проснулся и говорит, я сниматься не хочу. Но, Сашка, ты крикнешь, всем пока. Пока всем. Так что, всем пока. Спасибо, что провели с нами эту неделю. Встретимся на следующей неделе. Не забывайте ставить подобайки. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok